Микс Ньюс. Расстояние не имеет значения. Мне где-то еще минут семь надо для того, чтобы добраться до дома. Радио не мешают границы. Те преобразования позитивные, экономический рост, улучшение уровня жизни. Все происходило во время моего премьерства. Самые откровенные мысли. Если я добрый человек, предположим, это другим судить, то от того, что я говорю, что у меня нет души в религиозном смысле, я не перестаю быть добрым. Только на Радио Болтком. Программа «Абонент доступен». Участие слушателей обязательно. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». Но сегодня несколько неожиданные ведущие Артем Липин и Дмитрий Кламанец. Сегодня проведем программу. Родион Золотарев наш звукорежиссер. И сегодня с нами на связи известный российский рэпер Никита Леготьев, более известный как Стим. Здравствуйте. Привет. Как к вам лучше вообще обращаться по имени, имени, отчеству, по псевдониму? Вообще, как удобно. Хорошо. Тогда наш телефон на прямого эфира, они не изменили. 672-12-93-9, 672-13-93-9. Звоните, задавайте свои вопросы. Также у нас есть WhatsApp. пишите 2-3-0-6-1-91. Мы думали начать немножко с других вопросов, но, к сожалению, у нас новости меняются часто. И вот трагичная новость пришла к нам из Санкт-Петербурга. Вы, наверное, в курсе про смерть рэпера Картрайта? Да. Вы слышали об этом, да? Не знаю, может быть, вы хотите как-то прокомментировать то, что произошло, насколько вы были знакомы с ним? Вообще не знакомы с ним. Единственное, что в контексте всей этой ситуации еще подтверждается, что это зло. Да. Если вы только могли быть чуть ближе к микрофону, говорить, потому что иногда ветер дует и сдувает ваши слова. Я говорю, я в принципе не знаком никак с этим человеком, и в принципе консутировать даже нечего. Единственное, что в контексте ситуации наркотики – это зло. Не употребляется наркотик и не будет происходить подобные ситуации. Да, ну это справедливо. Ну вот то, что вас связывает с Картрайтом – это участие в «Версусе», известном шоу, которое уже год, насколько вам понятно, не выходит. Как вам кажется, у «Версуса» есть возможность к извращению? Потому что «Ресторатор» вроде как отошел уже от этого всего. Я не знаю. Я, честно говоря, не слежу за «Версусе» уже очень давно. С тех пор, как я участвовал там, это было, по-моему, пять лет назад. И я, честно говоря, даже не в курсе, что там происходит и как. Но сейчас вы участвуете в другом баттле, 17-й независимый. Как оцениваете свои шансы на победу? Он уже закончился. Для меня, по крайней мере, я вылетел в числе остальных участников в четвертьфинале. Справедливо, как вы считаете, вас оценили? Я не могу оценивать решения каких-то людей. То есть это же всегда достаточно субъективные оценки. Какое число людей посчитали мою песню хуже, чем оппоненты. Кто-то посчитал лучше. Вылетел, вылетел. Я там участвовал не для того, чтобы победить, я там участвовал для того, чтобы открыть новых слушателей себе и, соответственно, порадовать своих старых слушателей и песнями, и клипами. Каких-то предпосылок к тому, что я там выиграю и первое место займу, естественно, не было. Просто участие, просто фан. А как вам кажется, вот эта форма в 17-м... Потому что понятно, что 17-й независимый, он стал известным, потому что туда Оксимирон пришел, потому что туда Егор Крид пришел. Очень многие там и сразу потянулись много других известных рэперов. Вы в том числе, там, Леван Горозия и так далее. Это какая-то одноразовая вещь? Или теперь вот 18-й, там, 19-й, да-да-да-да-да-ли они тоже станут таким новым, не знаю, Версусом? Ну, название 17-й независимый говорит о том, что было их уже 16-й. И, в принципе, было официальных много, и до того, как появились там Версусы и прочие площадки, это было основной площадкой для рэперов о том, чтобы заявить о себе и так далее. Поэтому, ну, а как мы знаем, история циклично, да, повторяется, все идет по кругу, может быть, сейчас, да, снова эра Battle Rap Online, потом когда-то опять появится какой-то новый Версус. Так обычно всегда происходит. Ну, а вообще Battle Rap, потому что есть такое ощущение, что немножко он уже становится, ну, он уже стал менее-менее интересным, и кажется, что люди ищут какие-то новые формы для выражения. Ну, я бы не сказал, что он вообще когда-то кому-то был интересен как таковой, ну, широкой аудитории, да, то есть Battle Rap — это такая субкультурка внутри субкультурки, вот, поэтому говорить о какой-то там популярности Battle Rap я никогда не видел в этом смысла. Это вот, скажем так, я не знаю, ну, вот есть жанр рэп, да, в нем там внутри варятся еще люди, которые вот любят такой вот рэп, и мне кажется, широкой аудиторией он не будет интересен никогда. Ну, на пике же были там 50 миллионов просмотров, там, Battle Box и Гнойного ждали как выход премьеры фильма. Ну, это же ждали, ждали чего? Ждали шоу, ждали поливания там грязи друг друга и все. То есть это же, ну, с музыкой это не имеет ничего общего, ну, как бы, на мой взгляд. Ага. Вот. Это просто как шоу, шоу там, сейчас шоу, там, что было дальше популярно, ну, то есть, и там еще какое-то шоу. Это же просто развлекательный контент, к музыке не имеют отношения. Ну, вы сами участвовали часто в конфликтах, в том числе и у вас был конфликт с рэпером Тимати, и скажите, какие отношения... Не было, вообще, вот я не понимаю, откуда вы это пишете, у меня не было никогда конфликта с рэпером Тимати, никогда. Ну, я про историю, где там разбивали его альбом, потом были какие-то выяснения с Жиганом и с Тимати, и... Ну, никаких, вот, то, что вот опять все перевернуто, и уже прошло с тех пор, там, 12 лет, и до сих пор все равно задают этот вопрос, переворачивают. Я не разбивал никакой диск Тимати, никаких у меня с ним претензий не было к нему. Единственное, что, конечно, мне его музыка никогда не была близка, но конфликтов мы с ним даже не знакомы, то есть, как бы, это слишком громко. Как отнеслись к новости об уходе из его лейпа? Никак, мне вообще, вот честно, мне вообще пофиг. Давайте мы не будем, давайте, если будем обсуждать, давайте будем обсуждать что-то вот в контексте меня, комментировать, вот, кто там умер, кто туда ушел, я вообще не хочу. Не, ну, это такое-таки больше вступительные, знаете, попсовые темы. Ну, хорошо, не, в контексте вас, вы уже достаточно давно живете в Таллине, и я видел в интервью, вы говорили о том, что вы хотите как-то Таллина внести на рэп-карту, условно говоря, там... Ну, если так, слишком, наверное, пафосно звучит, но, как бы, там, язычных рэперов из Эстонии, там, известных на, скажем так, на все постсоветское пространство практически, ну, нет, вот, поэтому, конечно, мне приятно, что я отмечаю этот город на карте Саиндорст. А как-то вот у вас есть уже какие-то, не знаю, наверняка есть какие-то связи с местными рэперами, получается их, как-то уровень, не знаю, поднять для того, чтобы они стали более широко известны? Ну, здесь не так много артистов, которые действительно, ну, серьезно этим занимаются, занимаются как, там, не хобби, там, на один час в день, а вот серьезно, как работают, один-два и общался, вот, ну, у меня есть ребята, с которыми я уже давно сотрудничаю, которые, помимо того, что мы начали с ними сотрудничать, с того, что снимали клипы, они мне делали обложки для релизов, потом начали записывать песни мы с ними, так вот, сошлись мы с ними творчество, и вот сейчас у нас как раз сегодня выходит третий совместный релиз, это группа Black Bros, мы сделали, такую эпишку, King's Back 3, третья часть, сегодня полночь на всех площадках, вот, так что, да. Вы сменили вообще много стран, вы жили в Германии, Украине, в России, какая, и сейчас в Эстонии, какая страна для жизни для вас самая комфортная? Мне всегда комфортно там, где мои близкие, друзья, и как-то, я не знаю, где, где вообще просто по кайфу, вот, поэтому я, в принципе, не скажу, что я там особо не люблю, например, Россию, потому что многие, допустим, думают, вот, почему ты живешь в Эстонии, ты там не любишь Россию, и так далее, и так далее. Ну, просто, как бы, здесь у меня семья, здесь мне комфортно, здесь я уже, как-то, вот, чувствую себя как дома. Если там спустя какое-то время мы решим переехать куда-то, я с радостью это сделаю. То есть я не скажу, что вот, конкретно где-то и что-то. А насколько вам вообще комфортно в среде? Потому что, понятно, там в Эстонии есть какое-то количество русскоязычных жителей, но все-таки это другая страна, там, язык эстонский. Вам, человеку, который, чё творчество основывается на языке, насколько удобно вот в такой среде, не другого языка? Ну, я, мой рынок, моё территория находится в основном, конечно, в России, и как таково я не привязан к Таллину, или вообще к Эстонии. То есть я такие свои песни представляю на цифровой площадке, они слушаются, стримятся, концерты я даю тоже там, поэтому, в принципе, не а здесь, с точки зрения общения и проживания, у меня вообще никаких не возникает в России, потому что, ну, большая часть понимает русский язык, если вдруг возникает ситуация, когда кто-то не понимает, то, естественно, английский помощь, очень прекрасно. Большое количество ваших клипов снято в Риге. Почему вы выбрали именно этот город для, вот, визуализации своих клипов? Да, ну, у меня здесь, здесь, в Риге, там, у вас, у меня друзья и креативная съёмочная группа, с которыми мы строим большие планы, там, на дальнейшее творчество, вот, в общем-то, да, поэтому так. Так сложилось как-то исторически, что у меня друзья снимают клипы там, и вот мы работаем. Ну, вообще, если брать там близкое зарубежье, не будем излишне скромными, очень много музыкантов в Риге записывают клипы, и «Би-2» это делают, и «Нойз» это делал, и «Сплин» это делал, ну, хватает, и там менее известные исполнители. Это как-то страны Балтии вообще, они с точки зрения вот русского человека, россиянина, они воспринимаются как такое, чуть ли не такой местный курорт, или это всё-таки Европа, и зарубежье, и какая-то экзотика. Я думаю, что это может быть ещё там с советских времён пошло, что всё-таки, как бы, Брибалтика – это Брибалтика, это уже там не… Не Англия. Не Подмосковье, вот. Ну, а сейчас, мне кажется, просто с точки зрения, наверное, продакшена все стремятся как-то чуть-чуть ближе там к Европе быть и так далее. Даже, допустим, например, я очень сильно уважаю то, что делают на Украине, потому что Украина с точки зрения клипбейкинга и вообще музыки тоже на несколько шагов впереди, чем в России, поэтому… Ну, Украина сильно поднялась в последние годы, многие это связывают там с политической ситуацией, что они перестали полагаться на российских артистов и стали расти сами. Ну, это было уже давно, вот даже там, бытность, когда я жил, времена я-рэпа, когда мы записывали там с Серегой все эти альбомы, это был 2006 год, и уже тогда вот включаешь телевизор, там украинские каналы музыкальные, то есть прям фирма чувствуется. Такого в России уже, ну, еще не было тогда, да и сейчас, нет? А для вас, вот когда вы снимаете клип, это помощь в продвижении песни, просто визуализация, или это возможность как-то с другой стороны раскрыть историю, связанную, потому что есть там два подхода, просто сделать там красивую картинку или какой-то все-таки такой микрофильм, вот что вам ближе? Ну, это вот зависит нам от ситуации, то есть нельзя сказать прям конкретно, какие цели преследуются. Допустим, если песня сама по себе уже там имеет какой-то медийный бэкграунд, допустим, она там засыпилась в сериале или так далее, там показала хорошие результаты на старте, на стримингах, вот, то, естественно, клипы это уже больше как такой дополнительный, альтернативный вариант подвижения, вот, а если, ну, то есть есть песни, допустим, которые чисто теоретически не зайдут, ну, массово не зайдут, так как, допустим, какая-то попсовая песня и так далее, то есть она просто с точки зрения там творчества и искусства, там, она хороша, да, и ее бы хотелось подкрепить, да, какой-то вот интересный сильный видеоисторий, при этом как бы не оглядываясь на там единственный успех конечного итога материала. А вы больше доверяете созданию вот клипа истории людям, которые этим занимаются, там, клипмейкерам, режиссерам, или вы приходите, у вас есть четкое, что вот я хочу сделать так, у меня есть история, мне хочу ее рассказать? Вообще нет, обычно я доверяю людям, которые вот берутся за съемку, то есть я считаю, что каждый должен своим делом заниматься. Я написал песню, если вот съемочная команда, там, креативная группа видит эту песню так, то я считаю, что полагаться имеет смысл довериться людям, которые в этом понимают больше. Вы упомянули сами сериал, понятное дело, что там достаточно долгое время ваше имя связано и с сериалом «Полицейские срублевки» и серии фильмов, там хватает хитов, которые в интернете набирают популярность. Вне вот съемочной площадки есть ли у вас какие-то контакты с людьми? Мы там видим, что с Сашей Борчить, например, у вас отличный дуэт вышел. Ну, в принципе, мы иногда там разберемся, поскольку это возможно, переписываемся, какие-то вещи обсуждаем. Ну и в дальнейшем, да, у меня там есть планы относительно съемок новых клипов. Я бы хотел тоже привлечь людей, которые были задействованы на съемочной площадке «Полицейского», привлечь новую работу. Вы имеете в виду техническую сторону или актеров? Актеров. Ну и техническую сторону, в принципе, наверное, тоже, потому что там уже такой сложившийся классный костяк. Было бы интересно снять с ними что-то. Но я думаю, что до этого пока еще далеко. А вот с точки зрения актеров привлечь клип это в ближайших планах. Ну, будем ждать. У нас на связи известный российский рэпер Стим. Мы напоминаем, что телефоны прямого эфира 672-12-93-9. 672-13-93-9. Звоните или пишите по ватсапу 2-3-0-6-1-9-1. Вы долгое время были на лейбле у Сереги «King Ring». Сейчас свободный артист. Как комфортнее себя ощущаете? Ну, времена лейбла Сереги это были тоже уже больше 10 лет назад. Поэтому как свободный артист я уже очень-очень давно. И в этом образе мне, конечно, гораздо комфортнее, чем на лейбле. Но тем более, мне кажется, сейчас, уже в наше время, в 2020 году, лейблы как таковые себя изжили и вообще просто не имеет смысла. Даже для молодого артиста, не говоря уже там для артиста с бэкграундом, а молодые артисты стреляют сейчас просто там в соцсетях. У нас сейчас ТикТок, у нас есть ВК и так далее. Артист записал песню, сделал какое-то дурацкое дебильное видео, оно завирусилось. И лейбл тут уже ни к чему. Ну, лейбл в этой схеме уже лишнее звено посредник, который просто будет забирать себе непонятный процент, непонятно за что. Ну, в этом плане да. Но люди с лейбла, такие более опытные коллеги старшие, они же могут там помочь, подсказать. Потому что вот те яркие вспышки, о которых вы говорите, некоторые остаются с нами надолго, а некоторые пропали и уже даже не вспомнить, кто это был. Ну, это время такое. То есть, я не думаю, что сейчас появятся, будут появляться, по крайней мере, в ближайшем радиусе временном, будут появляться артисты, которые останутся на долгие-долгие годы. У нас сейчас поток быстрой информации, быстрый контент, шокирующий, впечатляющий и так далее. Сейчас никто не делает ставку на долгосрочность продукта, делают ставку на моментальный профит, на моментальный выхлоп, и артист загорелся, погорел, потухнул, следующее. Поэтому лейблы тоже в этом случае тех же самых придерживаются правил. Им сейчас неинтересно долгосрочно растить артиста. Они хватают тех, кто уже загорелся, выжимают из него все соки и выкидывают их. Просто другие, немножечко рамки. Тут у нас пришел вопрос, мы это уже обсуждали про 17-й батл, поэтому, уважаемый слушатель, вы потом пересмотрите наше интервью с самого начала, там Стим ответил про 17-й батл, про свое участие в нем. Я хотел еще спросить по поводу артистов долгосрочных. Мы видим, что каким-то залогом успеха является иногда кардинальная, иногда более мягкая смена стиля. То есть тот же Серега, он в другую вообще стезю пошел. Мы видим, что там Скриптонит сделал вот свою группу там Скрип и он тоже по-другому музыкально стал оформлять свои вещи. И там из более популярных там Нойземси тоже изменилось и так далее. В общем, те, кто остается долгосрочно, они меняют свои стили. Это обязательное условие или можно оставаться как-то там в одном ключе и быть популярным долгие годы? Ну, я не думаю. На самом деле, есть исключение из правил там артисты, которые нашли там свою аудиторию и вот они четко понимают, что от них ждет их аудитория. Например, тот же Дельфин, который вот недавно выпустил там новый клип, в принципе, сделал в стилистике абсолютно того, что он делал до этого раньше. То есть у него есть своя аудитория, которая готова его слушать, которая нравится его творчество. Ну, если там говорить о каком-то опять же коммерческом успехе и больших, ну, скажем так, больших целях, перспективах, то меняться, ну, конечно, нужно, потому что там Скорю за последние, там, не знаю, за последние пять лет настолько сильно изменился, вообще изменилась не только индустрия, вообще все инструменты продвижения, но и сама музыка, насколько она сейчас по-разному звучит. То есть за тот период, там, пять лет прошедший, она уже десять раз сменилась и десять раз сменились тренды. Есть просто те, кто чувствует это, кто делает это, ну, скажем так, а если прыгают просто по трендам, ну, это тоже так, наверное, чувствуется. Поэтому здесь такая грань тонкая. Так, мы вас слышим, но как-то опять тиховато стало, если вы как раньше говорили. Но да, мы вас услышали. А какой пример, на ваш взгляд, такой самой удачной трансформации за последние годы вы видели, что и вам кажется, и качественнее стало, и при этом человек не потерял ее в популярности? С точки зрения музыки или вообще? В каком удобнее? Можно и то, и то? Ну, честно говоря, я даже не знаю. Из последнего, из того, что, ну, скажем так, если там коллектив был андеграунд, это, допустим, 500, и как они очень умело переродились, пересмотрели свою музыку. И сейчас просто выстрелили, это очень круто. Хотя до этого у них там достаточные коллективы визуально было не так популярно, среди там определенной категории людей они были бы хотели. Но не знаю, а так особо даже не приходит, честно. Еще один вопрос по WhatsApp пришел. Много лет назад были совместные треки и клипы с местной группой «Не плагиат». Поддерживаете ли вы общение и, возможно, ли новые треки с ними? Ну, я поддерживаю общение, конечно, с Юрой. Мы хорошие друзья, но просто я так понимаю, что он уже достаточно давно не занимается, он, опять же, серьезно так и пишет больше стол для себя, нежели для широкой аудитории. Если он захочет что-то сделать, то я, как бы, всегда за. Ну, то есть это... А для дуэтов это... Ваша инициатива должна быть или вам могут написать какие-то люди, которые хотят записать трек вместе со Стимом? В принципе, я всегда открыт каким-то предложением и с удовольствием готов там поработать с кем-то. Но, опять же, для этого должен такой симбиоз произойти. И мне должно быть интересным, и артистам должно быть интересным. И поэтому мы должны поймать какой-то общий коннект, иначе получится вот этой музыкальной химией. Да, еще у нас приходят, вот стали активно писать, задавать вопрос на наши слушатели. Спрашивают, расскажите, пожалуйста, про большой концерт 8 августа в Риге. Кто-то очень осведомлен о вашем творческом планах. Вот сейчас период, тем более период карантина, это отличная возможность послушать артистов жильем, потому что сколько мы сидели без концертов, без мероприятий и так далее, и мне постоянно писали слушатели, и голодались. Будет концерт в рамках Geta Fight, там будет много разных боев, но я думаю, что жители Риги знают, что такое Geta Fight. И в самом конце, как хайлайт мероприятия, кульминация, будет программа из разных таких соответствующих мероприятий треков. Будут боевые такие. Плюс я представлю там небольшой сет из новых песен, которые вырвут сегодня ночью. Сегодня ночью? Как у вас? А, ну, который будет релизом, я неправильно услышал. Я хотел спросить по поводу, ну, вы очень много лет уже действительно на сцене, особенно для рэп-сцены, где, как мы говорили, да, в «Спирке» появляются и исчезают. Вы сами чувствуете изменения в своем каких-то стиле мира ощущений? И насколько вам сейчас комфортно и, не знаю, хочется петь свои там старые хиты? Нет, старые хиты не хочется петь. Естественно, хочется соответствовать столько времени и скучать актуально, а не потеряться в прошлом. Но просто есть некоторые песни такие стилеобразующие, я не знаю, опыт, которые невозможно отделить там, скажем так, от меня, от моей концертной программы, которую ждут слушатели. Есть там песни, которым 12, 13, 14 лет, которые я все равно до сих пор исполняю на концертах, потому что просят. Но, конечно, я их там разбавляю свежими, актуальными вещами. Какой звук вам сейчас ближе? У вас было несколько образов лиричный стим и более батловый Билли Миллиган. Как сейчас вы слушаете свое творчество? В каком стиле будут новые треки? Ну, я думаю, что из того, что там ближайшее я планирую, это будет вообще не похоже ни на старого стима, ни на Билли Миллиган и так далее. Это будет что-то новое, будет эксперимент. Ну, вообще, конечно, если говорить искренне, то мне ближе там лиричный стим, чем Билли Миллиган. Тут у нас задали вопрос, но я, наверное, его немножко расширю. Вопрос звучит от слушателя, как вы относитесь к смене стиля Сергея Шнурова, но не знаю, насколько вам вообще близок и интересен этот музыкант. Вообще не близок и интересен. Я понимаю, что он культурный феномен, и у него есть своя аудитория, и он, наверное, говорит какие-то пыльные вещи, но мне такая музыка не близка. Не следите за творчеством. Но нет, я хотел расширить вопрос более в ту сторону, что Шнуров напомнил, что вот он сейчас ушел работать в RTVI, и многие говорят о том, что там творчество и, в частности, рэп – это такое социальное высказывание. Сейчас это еще зачастую становится политическим высказыванием. Как вам кажется, вообще артист он должен? Может ли высказываться на такие актуальные темы? Или это все-таки будет отвращать его слушателей? Ну, опять же, это должно быть в контексте артиста правильно. То есть, если артист всю жизнь пел какие-то беспечные песни, которые не слили под собой никакого социального подтекста, и тут вдруг он раз выходит с какими-то революционными настроениями или вообще, я не знаю, каким-то критикой власти и прочим, это будет странно. Но если там артист, скажем так, образ не противоречит тому, что он там может высказаться и вполне может там писать какую-то такую песню, там, «Кудня» или «Кудня», я считаю, что, ну, то есть, опять же, нужно соблюдать грани, понимать, когда это уместно и когда нет. То есть, если, если там, я не знаю, кто, я не знаю, если вдруг Сережа Жуков раз выйдет и начнет там какие-то декларировать какие-то политические вещи, это будет странно. Если это выйдет, ну, опять же, вот если там кто-то подходящий, то почему нет? Ну, вот как раз ровно то, как вы описали, так себя повел рэпер Фейс, например. Он писал очень легкие простые песни и тут вдруг выдал альбом очень критичный, очень политический. Вам кажется, это было несколько неуместно? Может быть, он просто повзрослел? Нет, ну, понятно, что любому артисту, тем более артисту такого развлекательного жанра, когда он поет там какие-то такие ля-ля-ля, трапа-ля, а потом он немножко там взрослеет, чуть-чуть меняются у него взгляды, ему хочется говорить о каких-то вещах, которые его там начинают беспокоить, тревожить. Это нормальное вообще, в принципе, явление. Просто я не сильно знаком там с этим творчеством, конкретно этим социальным альбомом. Я видел там отрывки цитаты, но там я не могу сказать, что это вот то, что нужно. То есть, условно говоря, если там артист пел все время какие-то вот, опять же, там развлекательные чувства, а потом ты говоришь там, жулик не воруй, у нас в России там петь, поднимите там и прочее. Ну, то есть, это такими словами как... Я не вижу в этом смысла. То есть, если говорить о каких-то таких вещах, то говорить как-то красиво, громко и интересно, а не вот прямым текстом блок для тупых людей, ни в ком тупых. Вы тут уже несколько раз сказали фразу, что там за творчеством не следите. А за кем вы следите? Чье творчество из современных русских музыкантов вам вот интересно, что вы прям слушаете? Вообще, не за какими. То есть, ну, как-то так сложилось исторически, что я вообще перестал в какой-то определенный момент слушать музыку как таковую. Вот, я, ну, там... А то есть, вообще, даже не российскую, западную, любую музыку вы перестали слушать? Да, вообще. Ну, то есть, я как человек, который очень много посвящает времени музыке, там, пишет, сочиняет, записывает и так далее, мне очень приятна тишина. Вот, я хочу все на свете послушать тишину. Вот. Но, естественно, я как бы прослушиваю то, что выходит по мере силы, времени, я стараюсь там держать руку на пульсе, совсем далеко не уходить, не отдаляться от трендов и вообще свежего материала, чтобы понимать вообще, что происходит. Тут еще такой, связанный, наверное, с этим вопрос, такое хрестоматийное уже понятие «новая школа», которая уже, наверное, далеко не новая, и многие ее критикуют за такое однообразие, именно музыкальное, что вот такое однообразный ритм и мамбл-чтение. Вы с этим согласны, что этот новый стиль, он очень скучный, я наоборот, или как бы... Нет, я не согласен. То есть мне вообще кажется, что люди, которые, тем более люди старого поколения, старой школы, когда они критикуют и говорят, что вот, раньше было лучше и так далее. Это первый признак вообще стагнации, деменции и вообще полного отрыва от реальности, потому что артист не может критиковать новое. Музыкант, он в любом случае должен следить за тем, что происходит и не может говорить подобные вещи, высказывания. Тем более, если сравнивать, ну вот мы сейчас там ради интереса возьмем, да, включим там пять треков «Новой школы» и включим пять треков там рэпа, образца начала нулевых, и я уверяю, что треки начала нулевых будут звучать гораздо еще скучнее и гораздо однообразнее, потому что там не было вообще никакого музыкального бэкграунда у артистов. Они делали вот стандартную бум-бэк, 90 бпм, и как-то бы сэмпл урезали, и все, и все. Если я получал точно так же одинаково. Напоминаю, у нас на связи из Сталина российский рэпер Стим, телефон прямого эфира 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9, или пишите нам по WhatsApp 2-3-0-61-91. Кстати, вот по WhatsApp только что прошло сообщение, что вы являлись автором официальной русской версии гимна Чемпионата мира по футболу «Waving Flag». Расскажите об этом сотрудничестве. Ой, это тоже было давно. Да, вот и да. Было-было давно, да. Мы записывали тогда в рамках компании Coca-Cola совместно с FIFA, они делали по всему миру, переделывали песню «Waving Flag», делали с артистами локальными. И это было там очень много версий в России, и они выбрали меня, и мы, соответственно, сделали тогда песню. Там я записал специальный буклет, припев, половину припева, сняли клип. Ну вот это было, да, все это играло там на статистонах и в России во время трансляции было. Но это было давно уже, я, честно говоря, уже и забыл, как это было. А в целом писать на заказ, насколько это сложно? Ну, на заказ, я, скажем так, я не пишу на заказ никогда. Да, да. То есть это, опять же, договоры, там, как «Бустрайте» и так далее, как там артисты пишут песни для других артистов и так далее. Я этим не люблю заниматься, мне это не нравится. А, ну, вот такие песни, допустим, как саундтреки или там, вот как этот «Waving Flag», это все-таки, ну, вещи, которые меня интересуют и со мной резонируют, интересно об этом говорить и там писать на определенные темы. Это тоже как вызов определенный. Вот, допустим, вот сегодня я закончил написать песню для нового саундтрека, ну, из-за того, для сериала «Нового саундтрека». И тоже там была определенная тема, я посмотрел там пилотные серии и понял настроение, понял задачу режиссера. И это было интересно писать, как вызов. То есть написал, сделал, показал, говорят, ну, классный, 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 классный. А вам, ну, не знаю, проще, ну, то есть вы сказали, да, что интереснее, когда есть какие-то рамки, а насколько вам проще, когда эти рамки существуют или наоборот? Потому что есть артисты, которым когда совсем нет рамок, они даже не знают, а что мне сделать, как мне петь, а тут вроде есть рамки, уже удобнее. Ну, совсем, конечно, когда загоняют в рамки и говорят, что нужно сделать так и никак иначе, это плохо. Все-таки должна быть свобода какая-то действия у артиста, иначе это не творчество, а это уже какой-то, да, конвейер. Поэтому я, ну, я не вписываюсь в проекты, где есть прям вот определенные какие-то конкретные задачи, от которых отступать нельзя. То есть мне все равно нужна свобода для этого, и я ее сразу требую. Да, Дим, ты тут замолчеванный понемножку. Да, там вопрос тоже задали, видел. Вы последний клип сняли про бойцов, в том числе рижских, они были в клипе. Как у вас отношение со спортом? Люблю, я люблю спорт. Сейчас, вот, к сожалению, во время карантина, да, особо спортом не занимался, форму подрастерял, но вот возвращаюсь к этому спортивному образу жизни. Ну, конечно, тут, то есть не прям совсем так упорок из Ож, но стараюсь регулярно посещать спортзал. Футболом я люблю заниматься. Ну, и так велик, бег. А написание музыки, для вас это тоже больше как дисциплина, или это для вас какой-то творческий порыв? Что еще раз? А написание музыки, вы относитесь к этому как к работе, дисциплинированной, или это для вас творческий какой-то порыв, и вы пишете музыку только до вдохновения? Это 50 на 50, то есть это и дисциплина, и работа, и творческий процесс. То есть у меня происходит как, я стараюсь писать каждый день. Проснулся с утра, день по куплету, если не написал в день вот куплет, значит на следующий день пишешь два. И вот я стараюсь все время писать, иначе, ну, это тоже как спорт, теряешь форму. Если не пишешь, то потом очень тяжело включиться обратно в этот ритм, и начать сочинять. Поэтому я стараюсь все время регулярно писать. Ну, я же правильно понимаю, что когда пишешь регулярно, то большая часть из того, что написано, это не то, что там планируется выпускать или кому-то показывать. Да, конечно. Жалко бывает иногда расставаться с какими-то текстами? Очень жалко, и поэтому я со временем их переделываю, дорабатываю, докручиваю, и в итоге все равно выпускаю. Ну, как бы, если посмотреть на мою дискографию, у меня 44, вот сегодня ночью выйдет 45-я пластинка, поэтому можно, в принципе, понять, что я особо много материалов в стол не убираю. То есть все в пользу, все в дом? Да. Возвращаясь на вопрос о вдохновении, вы тоже говорили, на многие вопросы отвечаю, что там тот-то и тот-то несерьезно занимается рэпом, или там, ну, недостаточно глубоко. Но что для вас серьезное занятие рэпом? Это когда это приносит деньги, или когда это на публику? Что значит серьезно заниматься? Ну, нет, когда ты к этому относишься серьезно, как к делу своей жизни, да, это не как вот... У нас есть там примеры, когда даже много очень там коммерчески успешных артистов и медийных артистов, которые популярны, все равно, ну, относятся к этому. Ну, я рукава, вот, например, там из ближайших примеров у меня был, там, два года назад, был интерес сделать трибьют-альбом Я Рэп, 10 лет был альбом моему, и мы хотели сделать большой релиз, привлекая там разных артистов на виды, на эти песни, то есть переделывать старые песни, делать из них там новые версии, включая вот эти совместные композиции. И вот большинство артистов сказали, да, 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 мы, конечно, с радостью, мы с радостью, и в итоге там из 15, с тех, с кем я говорил, только 4, мы с нами куплеты, и мы с нами, да, ну, лень, ну, сейчас, ну, попозже, вот. То есть все-таки рэп должен быть в каком-то смысле, в хорошем смысле, работой, что это ответственность, что это дедлайны, это постоянная работа над собой? Конечно, конечно. Мне еще всегда было интересно, когда общаюсь там с рэп-артистами, не тянет ли, что это на сторону, там, в другие какие-то музыкальные жанры, там, попробовать, ну, поэкспериментировать, там, сделать рок-альбом, сделать, там, не знаю, поп-альбом. Или как Серега ушел в шансон сейчас. Да, ну, он, кстати, органично звучит в этом, мне очень нравится, как он звучит сейчас. Ну, у меня, в принципе, если там проследить мой творческий путь, у меня все время есть какие-то, там, колебания, то в одну сторону, то в другую, то поп, там, то еще что-то. Вот, я стараюсь это делать все-таки внутри своего творчества, а не конкретно, там, вот, совсем отходить и делать, там, новые проекты, где жанры, но есть, вообще, посещают мысли, конечно, сделать вообще что-то корзонное другое, вот, тоже надо созреть для этого здесь. То есть, у меня есть, там, в планах один проект, который, думаю, ни от Стима, ни от Билли Миллигана, который будет таким, ну, необычным, вот, но я пока тоже об этом лишний раз стараюсь не говорить, потому что непонятно, когда дает урок до этого. Просто какое-то время назад такое чувство было, что очень популярно у рэп-артистов облегать свои композиции в какую-то интересную форму, там, ну, из самых известных примеров, это Горгорода Оксимирона и хип-хоп-опера Нойза, то есть, не просто альбом делать, а вот с какой-то такой общей идеей. Концептуальной. Ну, если да, если есть какой-то определенный концепт, который, там, резонирует с, там, творчеством и образом, и когда ты понимаешь, как ты можешь завернуть это все, там, песни, как-то, да, конечно, есть просто вымученные какие-то такие вещи, когда притянутся за уши этот концепт, но... Концепт ради концепта, да? Да, да. А, ну, вам кажется, что основное должно быть идея песни первоначально? Ну, мне кажется, да, то есть, ну, опять же, смотря, какую цель преследует артист, если он, там, делает это сугубо из любви к искусству и вообще, ну, самовыражению и так далее, которому все равно, там, что подумают слушатели, поймут ли его слушатели, там, выкупят ли этот концепт и так далее. Тогда, конечно, да, если все-таки смотреть на это шире с точки зрения, там, того, как это оценят люди, поймут ли это, мне все-таки, да, первостепенно, вот, сама песня, по своим песням, а не то, что там, что она зовется. А насколько вообще важно оглядываться на слушателей, потому что есть ощущение, что, ну, понятно, что слушатели всегда хотят одного и того же, то же, что и было, только по-другому. А исполнителю, конечно, хочется экспериментировать и пробовать себя как-то по-новому, и иногда кардинально по-новому. Я стараюсь не слишком сильно прислушиваться. Я, конечно, смотрю, там, мониторю, что мои слушатели пишут и вообще, что слушатели пишут в целом, говорят, но все равно я опираюсь только на свое мнение, потому что, да, если, вот, как ты сказал, если бы, там, я обглядывался только на мнение слушателей, я бы уже после первого своего альбома 2007-го ушел бы в небытие, потому что слушатели бы хотели одного и того, я Рэб-2, я Рэб-3, я Рэб-5, и в какой-то момент им перестало бы это быть интересно. Им это интересно, ну, пока ты это не делаешь. То есть они просят это, а как бы ты вот сделал так, как они попросили, все, ты, считай, пошел на поводу и немножко уже сам себе копать яму. А есть чье-то мнение, которое может являться таким взглядом со стороны, потому что, ну, свое творчество все-таки сложно оценивать адекватно, но иногда кто вот эти люди, которые можно отправить и спросить их мнение для вас? Ну, у меня есть пара моих хороших друзей, которые, ну, мнению которым я доверяю, потому что они там уже очень-очень давно со мной знакомы и не стесняются мне сказать, типа, Никит, вот это говно, переделай. Такие есть, и я стараюсь, конечно, по возможности прислушиваться, потому что я не могу сказать, что я очень самокритичен, я тоже, опять же, как я и говорю, что у меня там 45 релизов, и в принципе, может быть, их бы могло быть поменьше, если бы я там что-то отсеивал. Но я это не люблю, то есть, опять же, для меня творчество это там вот такая потребность, которая необходима. То есть, если я не пишу, не сочиняю, то я себя чувствую не очень хорошо, то есть мне нужно все время это делать для того, чтобы вот поддерживать как-то свой настой, жизненный ритм и все время там вот быть на коне, так сказать. Но, да, я стараюсь, но все-таки стараюсь прислушиваться, в последнее время тем более стараюсь прислушиваться к мнению определенных людей. Если мы говорим конкретно там про текстовую часть, есть два подхода таких основных к тексту. Один это, ну вот, как написалось, такой крик души, и потом практически без изменений, вот он и остается, этот текст. А есть артисты, которые там сидят и неделями, месяцами, иногда годами даже доходят до совершенства каждую запятую. Вам как ближе, как интереснее? Ну все-таки, да, творчество это порыв, и мне кажется, если вот оно получилось, как оно получилось, так оно и получилось. Понятно, что нужно там причесать и довести до ума, но бывает, да, когда артист пишет песню, а потом в итоге после 20-й версии песни, это уже совсем другая песня, и это не то, что было вот изначально. Это тоже, ну как бы, ну опять же, я не знаю, каждый ближе свой подход. Мне все-таки, да, вот с точки зрения творчества порыва, да, написал, выпустил, забыл, дальше пошел. А насколько у вас связана музыка и текст? Я имею в виду, есть ли такое, что вы вот написали музыку, и потом долгое время не можете подобрать к ней хороший текст? Или все-таки это симбиоз обычно? Обычно это все происходит как-то так, да, отлаженно, обычно музыка появляется сначала, и потом уже на нее рождается текст. Но, да, обычно вот если музыка зацепила, родилась и вот сразу как-то сыграла, то текст не проблема, текст рождается тоже. Музыка получается важнее? Ну, для меня, с точки зрения вдохновения, да. То есть я могу написать текст сначала, но я перестал так делать, потому что потом очень тяжело найти нужную форму исполнения, потому что как бы в голове строчки рождаются, там, условно говоря, как стихи, но как песни это может уже не звучать, потому что нет вот этой музыки, мелодии, нет ритма изначально. Когда есть ритм, мелодия и настроение, тебе уже проще сверху пласть стихи, менять слова так, чтобы было красиво и ритмично, гармонично. Дим? Да, а насколько часто такое было, что вы писали песню и думали, что это будет хит, а этого не случалось? И наоборот, насколько вообще можно прогнозировать, что напишешь песню и снимешь клип, который будет много просмотров? Раньше, ну там, по началу творчества, я очень часто, да, когда писал, думаю, ну все, вот эта хит, это сейчас стрельнет. Потом, конечно, я уже, ну там, немножко как-то замопотеревно набравшись опыта, понял, что так думать никогда не нужно, потому что все это декабресказуемо и вообще прогнозировать что-то бесполезно. Ну, бывали, да, случаи, когда песня писалась просто так, вообще без каких-то ставок, но стреляла и ее слушали, слушают до сих пор. Есть такие песни, например. А то, что с точки зрения, там, вот, были у меня, допустим, песни, вот два примера. У меня была песня с Бьянкой и ты маю лето. Мы делали ее изначально, нацеливаясь на то, что она станет хитом. Вот. Но как таковым хитом она не стала. При этом спустя, наверное, два месяца мы с ней просто так записали песню «Ключи», вообще просто так вот по фану сделали песню, которая переплюнула по всем показателям песню, на которую мы ставили. Вот поэтому, да, это все так непредсказуемо, что непредсказуемо. Если мы говорим там тоже о хитовости, о популярности, я знаю, что есть артисты, которые иногда даже сознательно уходят от популярности, стараясь оставаться в тени. Для них важно быть в андерграунде, они боятся, что популярность, она поменяет их, как бы, их творчество и их самих. Как вам это важно, быть популярным или, наоборот, не быть популярным? Ну, я стараюсь, скажем так, нейтралитет сохранять. У меня был период, когда я думал, что популярность – это там самоцель, и вот всем любым способом мне нужно светить лицом, быть все время на первых страницах и так далее. Но я потом просто понял, что для меня важнее творчество, и если творчество действительно, ну там, идет от души, и все получается так, как надо, то популярность, она приходит сама. А когда ты гонишься там за популярностью, в первую очередь, это, ну, не знаю, по крайней мере, для меня нет. Вот у меня был период, да, когда там всяческий лес, мы приходили там на все мероприятия, пресс-болы, красные дорожки, съемки, интервью какие-то и так далее. Потом я понял, что это вообще абсолютно не мое, при том, что, ну, я человек достаточно закрытый, и мне всегда лишний раз комфортно, там, давайте там поедем, потом будет общаться с поликамерами. Я вообще с большим удовольствием сидел с выключенной камерой, конечно, мне некомфортно. Мне вот просто так поговорить, да, вот типа светить лицом, что-то там вот рассказывать, позировать, все время так прям неловко. Ну, наверное, это сложно на концертах выступать, или концерт это другое? Ну, концерты все равно другое, да. Концерты это тоже вот как бы музыка и творчество. Мне кайфово на сцене, когда я их хожу. Но при этом, допустим, там, когда концерты Билли Миллигана были, я давал, мне было жучайше некомфортно, потому что я, ну, там, играл роль, по сути, да. Я не... Я там стою, передо мной там тысяча подростков, 15-летних, а я вот взрослый зядя натянул маску, там, и я... Ну, тоже это... Никакого кайфа в этом нет. Ну, а вообще, у нас, к сожалению, время начинает подходить к концу. Может быть, последний вопрос. На самих концертах вы скорее получаете энергию, или отдаете тогда мне такой вопрос? Как вы, я имею в виду? Не когда вы за маской Билли Миллигана, а вот когда выступаете от своего лица? Ну, наверное, это равнозначный обмен. То есть, я не могу сказать, что я прямо совсем полностью истощаюсь энергетически, когда ухожу со сцены, но и не могу сказать, что я заряжаюсь. Это так, равнозначный обмен. То есть, я даю слушателям эмоции и получаю взамен тоже эмоции, энергию. То есть, как бы, все было сбалансировано. Напомним, что 8 августа в спортивном комплексе «Гризенкаунс» в рамках бойцовского турнира «Гетто Фай 2020» с большим сольным концертом выступит популярный рэпер «Стим», с которым нам сегодня удалось пообщаться. Да, спасибо большое. Никита Легостев, известный как «Стим», как «Билли Миллиган», был сегодня у нас на связи. Эфир для вас провели Артем Липин и Дмитрий Кламыни, звукорежиссер Родион Золотарев.